Счетчик есть, а экономии нет. У жительницы сортировки вышел из строя прибор учета электричества. Фирма, которая его устанавливала, должна провести ремонт по гарантии, но вместо этого уже три месяца кормит горожанку завтраками. Компания вскоре все-таки придется явиться, но только уже в суд. Почему, расскажет городской дозор. Этот электросчетчик вышел из строя еще до завершения гарантийного срока. Однако обслуживающая организация уже третий месяц не может его ни подчинить, ни заменить. Обнаружив поломку, Мария Федоровна сразу обратилась в компанию, установившую счетчик. Там пообещали устранить неисправность, однако ремонт затянулся. Последний звонок и вовсе шокировал женщину. Слышу, вон, это директор у секретаря спрашивает, а кто звонит? Она говорит, это бабушка. А бабушка это что, это не человек? Это что же, какой-то сорт другой. Значит, если я одна у них бабушка, так вы же меня пропустите уже вперед. К сожалению, помочь пожилому человеку вне очереди коммерсанты отказались. Мало того, еще и деньги потребовали за замену. И это несмотря на пятилетний срок гарантии. Хотя вышел счетчик из строя всего спустя два года. За замену счетчика нужно платить деньги. Если их на работник 500 рублей, если наемный работник 800 рублей. Я вот не могу понять, почему я должна платить, поскольку это не по моей вине, это все изломалось. В компании, обещавшей заменить счетчик, от своих слов не отказываются. Счетчик-то мы ставим бесплатно, новый, другой, абсолютно. Но работа мастера идет, работа оплачивается. Юристы усмотрели здесь прямое нарушение закона. Недостаток товара обнаружен в гарантийный срок. А значит, продавец несет за него ответственность в течение всего этого времени. Это в качестве убытков можно расценивать по статье 18 законной защиты права потребителей. И все расходы, они возлагаются на продавца также. То есть потребитель не обязан оплачивать. Поскольку недостаток выявился все-таки по причине того, что товар имеет производственный дефект. В данном случае потребителю остается только обратиться в суд. Но поскольку процесс может затянуться, пострадавшему клиенту следует привлечь юриста, который поможет решить вопрос в досудебном порядке. Юрий Шумков, Владислав Колупаев, Городской дозор.